Друзья мои, подписчики и гости канала, всем добрый день. Сегодня мое видео связано по большей части с благотворительностью. Я хочу подарить вот эти вот умные часы одному из своих подписчиков. Зовут его Ваня. Это ребенок, ему 11 лет. Проживает он во Владимирской области со своей бабушкой. Вы сейчас спросите, почему именно ему, потому как это несправедливо по отношению к другим моим подписчикам. Друзья, я с вами полностью согласен, но сейчас я все-таки постараюсь объяснить, почему. Почему? Мне очень много ребят пишут на почту с просьбой, что-нибудь им подарить, так как они являются то ли инвалидами, то ли пенсионерами из малообеспеченных семей, из многодетных семей. Также пишут ребята с детских домов, ну и так далее. Но запросы, друзья, не всегда адекватные. Сейчас я вам зачитаю последнее сообщение, которое мне пришло вчера на почту с просьбой. Здравствуйте, Дмитрий. Меня зовут Женя. Я отец шестерых детей. Я инвалид. Очень нравится ваш канал. А смартфон, который больше всего нравится, это iPhone XS. Не мог бы я получить его от вас в качестве новогоднего подарка. Круто, друзья, но, к сожалению, я не Стив Джобс, и такие подарки дарить просто физически не могу. Но дело даже не в том. Дело в том, что когда ты узнаешь об этих людях больше, начиная с ними общаться, начиная с ними списываться, узнаешь, кто они и что они, ты тупо понимаешь, что тебя хотят как бы развести. В прошлом году, перед Новым годом, я приобрел своей дочери ноутбук. А ее компьютер, который у нее был, я отправил в один из детских домов на Украину. Ребята получили меня, скажем так, своеобразный новогодний подарок. Были очень благодарны и благодарят меня по сей день. Эти часы я приобрел специально для Вани по его просьбе. Они недорогие. Брал я их по распродаже 11.11 на Алиэкспресс. Кстати, сам Ваня, друзья, это 11-летний пацан. Он сирота, живет он с бабушкой. Помимо этого, всего он является еще инвалидом. Это, друзья, достоверная информация. Я это точно знаю, потому как с ним списываюсь каждое воскресенье. Узнаю я, как он сам, как у него дела в школе. Да и просто как бы общаемся с человеком. Именно по его просьбе я сейчас покажу, как пользоваться этими часами. Да и вообще, что они с собой представляют. Ребят, если кому-то понравится или, может быть, кому нужны такие часы, ссылочка, где я их купил, есть внизу под этим видео. Поставляются часы вот такой вот картонной коробки. Обычная картонная коробка, ничего особенного. Сами часы и мануал на английском языке. Сзади QR-код для разных операционных систем. Корпус их пластиковый. Спереди стекло. Сзади металлическая задняя крышка. Сами по себе часы достаточно немаленькие. Они большие, брутальные, скажем так, для настоящих мужчин. Выбрал я именно их по трем причинам. Первое. Здесь нету аккумулятора, который нужно постоянно заряжать. Здесь установлена одна батарейка. Заряда которой хватает от одного до полутора года. Ну, смотря как пользоваться. Второе. Это ремешок. Он очень легко меняется. Здесь все на болтиках. Очень он мягкий, эластичный. И по размеру подойдет как на самую маленькую, так и на самую большую руку. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот, к примеру, самая маленькая рука. Вот такая вот. Три пальца мои не влазят. И вот, к примеру, самая большая. Давайте где-то здесь. Вот такой вот размер. И третье. Они противоударные плюс водонепроницаемые. И опускать их можно на глубину до 50 метров. Но самое главное, это, конечно же, их функционал. Давайте мы сейчас их включим. Значит, включаются они нижняя кнопка с левой стороны и верхняя кнопка с правой стороны. Зажимаем одновременно. Вот, пожалуйста, часы включились. Видно, не видно, да. Часы включились. Точно так же, ребята, они и выключаются. Зажимаем одновременно две кнопки. Все, пожалуйста, часы отключились. Время при этом не сбивается. Я только что их включил и выключил около пяти раз. Как вы можете видеть, все осталось на своих местах. Давайте по кнопкам. Верхняя кнопка с левой стороны. Это кнопка подсветки. И так же при помощи этой кнопки можно включить Bluetooth. Давайте посмотрим, будет ли видна подсветка сейчас. Да, вот видно подсветку. Так же она включает Bluetooth. Кнопка по центру. Это просто фейк. Она здесь сделана для красоты. Кнопка снизу. С левой стороны, снизу. Это кнопка меню. Вот так. Кнопка справа и слева. Это кнопка плюс-минус. При помощи их можно выставить время, включить секундомер, выставить таймер и так далее. Теперь по экрану, что мы здесь видим. Значит, большими цифрами у нас часы, минуты и секунды. Слева вы можете видеть такую большую шкалу, длинную. Первая у нас, берем эту кнопку, кнопку меню нажимаем. Первая у нас это месяц, дата, день. Второе. Это, вот, загорелся бегущий человек. Это шагометр. Третье. Это сжигание калорий. Показывает, сколько вы сожгли калорий за определенное время. Четвертое. Это расстояние. Пятое. Это будильник. И шестое. Это секундомер. Запускаем секундомер. Останавливаем и сбрасываем. Здесь, внизу, справа от этой шкалы, видим значок Bluetooth. Кстати, значок показывает, что в данный момент часы спряжены с моим смартфоном. Если этого не происходит, значок попросту мигает. Кстати, как законнектиться со смартфоном, давайте я вам немножко расскажу. Как я уже ранее упоминал, на инструкции с обратной стороны есть QR-код. При помощи смартфона сканируете QR-код, заходите в Play Market, скачиваете приложение. И вот, что у вас должно получиться. Вот такой значок. Заходите сюда и смотрите. Вот вам все меню. Здесь ничего сложного. Меню мультиязычное. Очень много языков, включая русский, но, к сожалению, немножко недоработан. Здесь, например, что нам нужно? Ну, вот, личные настройки. Смотрим, здесь у нас пол, высота, вес, длина шага, единица измерения и так далее. Когда вы ложитесь спать, когда вы заканчиваете сон и так далее. На часах, как я уже говорил, включаем Bluetooth. Для этого нажимаем верхнюю левую кнопку. Bluetooth начинает мигать. Заходим в поиск оборудования. И ищем. Часы наши называются вот таким вот образом. Мой смартфон с этими часами уже спряжен. Поэтому должен появиться просто звуковой сигнал. Слышим, да? Все. Как бы ничего сложного. В этом меню есть еще такой интересный пункт. Определение целей называется он. Заходим в него. Задаем себе шаги. Сколько вам нужно шагов. Или сколько вы хотите пройти шагов за определенное время. То есть за день, либо за час. Сейчас выставляем, к примеру, 5000. Когда мы их пройдем, часы нам об этом сообщат при помощи звукового сигнала. Друзья, еще одно. Как вы можете видеть, на часах есть значок фотокамеры. А в самом меню есть такой пункт. Фотосъемка с помощью встряски. То есть как это работает. Захотели вы, к примеру, сделать групповое фото с друзьями. Поставили телефон, отошли, ну грубо говоря, на 10 метров. Стряхнули часами. И телефон делает фото автоматически. Как это работает, давайте мы сейчас с вами проверим. Делаем так. Встряхиваем. Есть. Еще раз. Есть. Есть. Ну теперь давайте посмотрим. Да, действительно работает. Вот эти снимки, друзья. Как вы можете видеть, все работает. Так, смотрим дальше. Что у нас здесь? Здесь у нас день недели показывает. Конвертик это сообщение. И вот такая вот телефонная трубка. Это звонки. Значит, что происходит? Вы, к примеру, находитесь на балконе, а смартфон ваш лежит на кухне. Тут же на него поступает входящий звонок, но вы этого не слышите. Что происходит дальше? Трубка, вот эта вот трубка телефонная на часах начинает мигать. И часы при помощи звукового сигнала вас начинают об этом оповещать. То есть вы уже знаете, что где-то звонит ваш телефон. То же самое происходит и с сообщениями. Теперь давайте проверим, как это работает. Сейчас я позвоню на этот телефон. Видим, да? Трубка начинает мигать. И появился звуковой сигнал. Ну вот, как-то так. Ну вот, в принципе, и все. Как вы могли видеть, все очень просто. Ничего сложного в их использовании нет. Я думаю, что Ванька разберется. И мне кажется, что еще быстрее, чем я. Друзья, если кому из вас, мне безразлична судьба этого 11-летнего парня, я внизу под видео оставлю свой кошелек вебмани. Потому как на Новый год я планирую к нему съездить в гости. Если нам удастся собрать хоть какую-то сумму. Приеду, посмотрю, может, что нужно там в плане одежды, либо обуви. Все-таки впереди зима. Либо, может, рюкзак какой-нибудь новый в школу. Ну, посмотрю. В общем, если это все есть, тогда отдам эти деньги просто бабушке. Я думаю, что она знает, что с ними делать. Ну, а у меня, пожалуй, на этом все. Всем, друзья, удачи, крепкого здоровья и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok